Вот, и ещё, ребятки, у нас здесь мало народу, и вы таких вопросов не задаёте, и вам, наверное, об этом не достаёт говорить, но всё-таки я скажу, что мне, когда пишут люди с такими достаточно серьёзными проблемами, как онкология почки, удаление почки, удаление желчного, удаление там ещё чего-то, и когда мне говорят, вот у меня вот онкология того-то, удалили вот это, вот я сейчас на таком-то дне сухих, что мне делать дальше? И это мне человек пишет по СМС, я не знаю этого человека, он написал три предложения, и когда вот кто-то, вот этот дед, когда вы это пишете, вы правда думаете, что вы готовы свою жизнь положить в руки тому человеку, который по СМС решит вашу судьбу? Ну, это же не так, поэтому я, как правило, на такие СМС-ки вообще, в принципе, даже не отвечаю, поэтому если кто-то из вас, никто мне таких СМС-ок не задавал, ну, мало ли, захотите, если я не ответила, значит, ещё раз перечитайте свои вопросы и поймите, почему. Вот, а сегодня я хочу, кто есть на марафоне Аватара, те уже слышали об этом, но тех, кого нет на марафоне Аватара, то я хочу ещё раз раскрыть эту тему, я прям хочу, чтобы она здесь осталась в клубе. Это моё видение на сегодня, как я это вижу. Очень много вопросов, естественно, по расстройству пищевого поведения, РПП. И у нас самая большая группа с расстройством пищевого поведения. Голодальщики, срывальщики, ещё кто-то, ещё кто-то, ещё кто-то, всё-всё-всё, кроме, и в меньшей степени, это люди, которые идут к осознанию. Это прям маленький процент, в основном это всё расстройство пищевого поведения. И я бы хотела затронуть женскую сторону, женскую структуру расстройства пищевого поведения, потому что, как мы все знаем, анорексия – это женское заболевание. Мужчины сейчас тоже болеют. Раньше вообще не было мужчин с анорексией. Потом они стали постепенно появляться, и сейчас их достаточно большой процент. Но сейчас большой процент – это, я называю, сломанные люди. Это когда социум настолько уже внедрился в этот вот социальная флешка, настолько внедрилась уже в человека, что он не знает, кто он, не знает, для чего он. И он ориентируется на другие понятийные аппараты, некоторые принадлежат его роду. И это вообще про другое. И поэтому я беру женщин, потому что это изначально женское заболевание. И почему это женское заболевание? Мы все с вами знаем, что женское мужское тело физиологически и психологически, конечно, оно очень сильно отличается от мужского. Оно отличается как минимум тем, что женщина вынашивает ребёнка. И у женщины, у мужчины такого нет. У женщины самый её большой орган, я бы так назвала, да, таз, он подвижный. У мужчин этого нет. Он подвижный в том смысле, что когда она рожает, он раскрывается, и потом он сходится обратно. И там очень много связок, там ещё что-то, там очень много нервных окончаний. И вот эти вот нервные окончания, это как раз нервные окончания в тазу у женщины. Это её сопроводители всю беременность. Субтитры создавал DimaTorzok